Всем привет! Это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет посвящено подделкам парфюмерным. Вот раскололся флакон. Вот, видите? Это я могу кому-нибудь просто подарить, кому понравится. Но пользоваться сама я таким не могу и не буду. Во-первых, он мне не идёт. Во-вторых, он моментально выветривается. Хотя здесь написано Eau de Parfum. На самом деле нет. Это никакой не Eau de Parfum. Это очень нестойкий компотик. Но достаточно приятный. Перейдём к следующим ароматам, где я его брала в универмаге на втором этаже. По блогерской скидке очень большой мне его подарили. Когда я его показала у себя в инстаграме и на канале. И сказала, где купили. Говорят, как бы все они разошлись. Но вот у меня до сих пор он в пользовании. И он как-то не идёт. Поэтому, девочки и мальчики, переходим к следующим ароматам. От этого я буду избавляться. Это парфюм с китайских сайтов. Он позиционируется по-разному. Где-то написано, что это аромат для женщин. Где-то написано, что это даже аромат для авто. Но мой аромат перестал брызгаться. Я уже вот сейчас, перед тем, как записывать видео, у меня перестало работать вот это вот. Здесь есть ограничитель. Вот он. И есть, как бы, положение, в котором он должен работать. Но он не работает. Поэтому я буду тоже от него избавляться. Возможно, кому-нибудь подарю. Кто-то вскроет, перекачает в другой. Но для меня это выброшенные деньги. Брала на Тау-38. Это я брала на розыгрыш в салоне Мажор. Отличный парфюм. Достаточно стойкий. Очень приятный. Но мне он не подошел. Поэтому я буду искать сейчас для него нового хозяина. Коробочка уже такая пожившая. В общем, это аква-аллегория. Тиары и мимоза. Пахнет действительно мимозой. Очень вкусный. Очень стойкий. Классный парфюм. Но это реплика. Но это такая очень хорошая реплика. Тоже реплика Герлен. Купленная на китайском сайте. Я ей пользовалась достаточно активно. Вот почти всю израсходовала. Но у меня появились другие фавориты и другие любимчики. И теперь я ищу вот этой маленькой миньки нового хозяина. Надеюсь, что найду в скором времени. Вообще, на самом деле, тема парфюмерии и в том числе репликам и китайским вариантам. Здесь вы видите, что не написано, что это Герлен. Как бы то, что это Герлен угадывается по флакону и оформлению коробочки. Но это самостоятельный, классный, стойкий летний аромат, который пахнет химической малиной или клубникой. И он такой достаточно летний, приятный и позитивный. Поскольку флакончик маленький, его можно брать с собой в сумочку. Здесь очень много положительных моментов. Брала я его на ТАУ-38 и почти полностью израсходовала. Это 10 мл ароматного масла. Реплика Мастчина «I love you». Это стойкий аромат, очень приятный, очень классный. Но в роллах на лето, как бы, я не пользуюсь. Я единственные роллы масляные, которые пользую, это Аль-Рихаб, которые являются не подделкой, а настоящими ароматами арабскими. Для этого я сейчас ищу нового обладателя или новую обладательницу. Модерн Муза, это Эстелаудер. Я, признаться, даже собиралась от него избавиться. Но вот сейчас, проанализировав его зимой, потому что он мне достался весной, летом он не пошёл. А вот зимой он, я думаю, что зайдёт, и я буду им пользоваться. Я его оставляю. Это тоже реплика. Это арабская парфюмерия в концентрации «Оде парфам». На мне совершенно не работает, совершенно не раскрывается. И мне даже невкусно пахнет. А моей знакомой Юле, которой я уже подарила одну такую соточку, на ней три стадии раскрытия, я наблюдала. И на ней звучит и раскрывается прекрасно. Всё очень индивидуально, даже касаемо вот таких ароматов, которые стопроцентные фейки. Но они очень классные. То есть кому-то они идут, кому-то нет, а кому-то прям зашли идеально, и всё красиво, и раскрылось. И прямо поэтично, и прекрасно. Трезорен Лав, тоже фейковый. Пахнет зубной пастой. Сейчас вот он постоял, когда брала мамину, мама не смогла им пользоваться, отдала мне. Ну, а я тоже, наверное, кому-то его передарю. Хотя половинка уже ушла. Но очень вкусно, очень необычно и очень здорово. Но не моё и не сейчас. Сколько он уже может стоять? Он стоит уже года три, наверное. Поэтому я ищу для него добрые руки. Вот такая под масляные духи. Вот такой от Левант. Видите, он раскрошился, и он уже больше не приносит радости. Здесь была императрица в виде масляных духов. Ну, я расстаюсь с ним, потому что радости уже не приносит. Это аромат из фикс прайса. На нём я остановлюсь поподробнее. Я уже снимала видео о том, что ароматы из фикс прайса пахнут резиной. То есть, если вы наносите аромат, я не знаю, там, брызгаете в ложечку, поджигаете его, и высококачественный парфюм пахнет цветами, деревяшками, в общем, тем, чем он должен пахнуть. То ароматы из фикс прайса, они пахнут жжёной резиной, поэтому они там по 50 рублей, разумеется, и для тех, кто не может позволить себе больше. Но на кожу их наносить катастрофически, категорически просто нельзя. Только на одежду. И раньше я пользовалась, и не замечала, что у меня болит голова после пользования этими парфюмами. Поэтому вы можете принять это к сведению. Но парфюмы за 50 рублей из фикс прайса я не советую покупать. Я, может быть, тихо говорила на этой части, но в любом случае я вставлю этот ролик, ну, это в ролик, потому что это важная информация. Спасибо вам за то, что были со мной это непродолжительное время. Надеюсь, вы подчеркнули для себя важную и полезную информацию. Всем всего хорошего. Пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец. Подписывайтесь на мой канал,